Я слышал, что спикер парламента российского сказал, что он попросит Нобелевский комитет забрать у новой газеты эту премию, но, видимо, спикер российского парламента не договорился с Нобелевским комитетом. Для меня была важнее реакция журналистов, сообщества и страны, и то количество добрых слов, поздравлений для нас, конечно, очень важно, поскольку мы никогда не обслуживаем государство, а всегда обслуживаем общество, мы похвалу там и ищем, а оттуда никогда не ждем. Такие реакции с президентом у вас нет? Ну, президент сказал, если я не ошибаюсь, что если новая газета будет размахивать этой премией, то, значит, с ними поступят по закону. Ну, я не знаю, что такое размахивать Нобелевские премии, у меня же я никогда не был. Вы считаете, это как угроза или что? Я думаю, что это обычная манера Владимира Путина разговаривать с западными журналистами. Немного в унижительном тоне, все время иронизируя в отношении западной прессы, все время говоря им, кто тут в доме хозяин. И это укладывается в общее поведение президента страны. Я не ожидал той реакции, которая у общества возникнет после этой премии. Спасибо вам за вопрос. Уже 9 октября мы стали получать в редакции множество писем с просьбой о помощи. Помочь с несправедливым приговором суда, помочь с лекарством, помочь старикам остановить вырубку леса на ангаре, это в Сибири, на реке, купить инвалидную коляску в Ярославской, в Тамбовской области. Я вдруг понял, что у нас не действует местная власть и местные суды. Людям некуда и некому обратиться. И они подумали, что премия, присужденная вами, она дает нам возможность решать проблемы людей. А у нас нет такой возможности. И тем не менее мы не можем от этого уклониться. И мы создаем волонтерский центр, мы создаем колл-центр, и мы будем этой волшебной палочкой стараться помочь и что-то сделать. Короче говоря, на нас свалилась огромная работа. Спасибо Нобелевскому комитету. Закончилась эпоха фильма «Доброй ночи и удачи». Закончилась эпоха курящих газетчиков из «Вашингтон-Пост», которые находят агента и разоблачают «Оттергейт». Больше нет инсайда. Началась другая эпоха. Началась эпоха изучения больших данных. Началась эпоха, когда мы новыми технологиями исследуем важнейшие социальные процессы. Что домашнее насилие? Мы исследовали 80 тысяч приговоров женщинам. Они все сидят в тюрьме, но каждая из них защищалась. Это мы исследовали с помощью технологии больших данных. И надо не бояться технологий. Мария права. Надо использовать эти технологии, сочетая их с личным талантом человека, который это делает. Талант плюс технологии. И вторая вещь. Не должны оставаться нераскрытыми вообще преступления. Но преступления против журналистов, я вам скажу, в первую очередь. Потому что журналистов убивают из-за того, что они пытаются рассказать обществу про жизнь, которую это общество сейчас живет. Я вам могу сказать, что 8 октября Олаф позвонил и сказал о премии. Мы хотим сказать о премии. А 7 октября мы отметили 15 лет со дня убийства Анны Политковской. А заказчик до сих пор не найден. И мы не будем признавать это убийство раскрытым. Вот, собственно, извините за долгий ответ. Демократия нуждается в реабилитации. Неверие в демократию будет означать, что со временем страны, которые от нее отвернулись, получат себе диктатора. А там, где диктатура, там следующий шаг непременно – война. Давайте скажем прямо. Если мы отказываемся от демократии, мы соглашаемся на войну. В Советском Союзе во время Брежнева был расцвет государственного телевидения. Каждый ведущий телевидения знал, что думает Брежнев, и поэтому он должен сказать мысль Брежнева своим зрителям. Советский Союз закончился. И вместо телевидения пришли социальные сети с алгоритмами, которые устроены никому абсолютно неизвестно как. Например, в последнее время у нас в стране все время в топах поисковых систем информация о том, какое прекрасное оружие мы еще раз создали, и как его боятся все англичане, американцы и страны НАТО. Как будто это действительно релевантный запрос. Вторая вещь, которая произошла. У нас в стране была самая большая социальная сеть. Она называется ВКонтакте. В ней было свыше 70 миллионов человек. Несколько дней назад социальную сеть ВКонтакте купил Газпром. То есть государственный монополист в области добычи и продажи газа. Теперь фактически самая большая в стране социальная сеть принадлежит государству. Мария считает, что с этим еще можно побороться. Я хочу ей верить. У меня внутреннего оптимизма нет. Мне кажется, пришло уже время, о чем и говорят создатели интернета, создавать новый интернет. Потому что эти социальные сети государство уже сожрали. Они взяли их себе как инструмент. Брежневское телевидение было, может быть, более объективным, чем социальные сети, которые находятся в руках у нынешних наших режимов. Господин Муратов, я хочу вам задать вопрос на русском. Является ли усиливающее давление на российские СМИ с координированной атакой Кремля на свободу слова? Если так, что вы хотите сказать Кремлю? И озабочены ли вы сами, что вы можете попасть под эту наклейку иностранных агентов за то, что вы примете деньги из Нобелевского комитета? Спасибо. Но если мы станем агентами из-за Нобелевской премии, то мы не расстроимся. Я все-таки думаю, что мы не станем иностранными агентами, у нас, на нас лежат другие риски. Что, в вашем вопросе есть справедливая вещь. Вот нападки на свободу слова это часть чего? Это часть возвращения к особому виду консерватизма. Это новый консерватизм, который провозгласил Владимир Путин. Во многом этот консерватизм основывается на том, что у нас в стране все время улучшают прошлое. А медиа не дают улучшать прошлое. Они рассказывают, что там было на самом деле. оказывается, что мы не патриоты, потому что мы не верим в мифы. А патриоты это те, кто в мифы верит. Ну, а мы не верим в мифы. Что мне сказать? Я хочу сказать, не надо верить в мифы. Придет новое поколение, оно разберется. Никто не сможет уже закрыть в Википедию. Никто не сможет закрыть цифровые книги. Люди все равно уже могут самостоятельно получать знания. Не надо взрывать мосты, делать разрыв между поколениями. Мы сегодня с утра разговаривали, в детстве, в Советском Союзе, родители ругали детей. ругали детей и говорили прекрати сидеть у телевизора. А теперь дети говорят родителям прекратите сидеть у телевизора и смотреть всю эту чушь. Приходит новое поколение, которое будет самостоятельным и свободным. В этом уверен. Редактор субтитров А.Семкин